Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Казалось бы, это элементарные вещи, о которых мы все знаем вдоль и поперёк, слышим от своих наставников, читаем в книгах и проникаемся этим во время наставлений в мечетях. И каждый раз нам кажется, что это может произойти с кем угодно, но лишь не с нами. Однако жизнь словно полигон испытаний, где неизвестно, что ожидает нас за следующим поворотом. И как мы поведём себя в той или иной ситуации, на чьей стороне мы окажемся, и к какой группе людей Всевышний Аллах отнесёт нас в судный день. Давайте узнаем подробнее, что об этом говорят учёные. А вы не забудьте поддержать нас, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А после просмотра поделитесь полезной информацией. Досмотрите это видео до конца, чтобы не понять меня неправильно. В одном из хадисов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Стремя не заговорит Аллах в день воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и ему готово на мучительное наказание». Люди, собранные в три группы, разделятся не по половому, социальному или конфессиональному признаку. Эти люди, совершившие проступок перед Всевышним Аллахом, за которые Он лишает их своей милости, ибо общение с Ним – это милость Творца, а первым в хадисе сказано, что Он не будет с ними общаться. Наверное, сейчас, сидя возле мониторов, в уютных креслах, тяжело представить в полной мере, что такое быть лишенным права общения со Всевышним Аллахом именно в день Страшного Суда. Ведь именно к Нему будут обращены все взоры, надежды и чаяния. И можно ли придумать более страшное наказание, чем лишение возможности обратиться к Нему, вершащему справедливый суд? И, как сказано в Священном Коране, смысловой перевод. Он скажет «Оставайтесь здесь, с позором, и не говорите со мной». Сура Аль-Мумминун. Аят 108. Ведь местом, где можно было что-то сказать и все изменить, была мирская жизнь. Но с момента, когда могила раскрыла им свои объятия, уже ничего нельзя изменить, и каждый достоин того, что посеял. Но Всевышний Аллах не только не заговорит с ними, но и не посмотрит на них, то есть не обратит на этих людей взор своей милости. Еще одно страшное лишение и наказание, которого не пожелаешь никому в такой день. Однако самое страшное, что Всемогущий Аллах не очистит их. Человек может очиститься на этом свете и быть воскрешенным чистым. На том же свете человека очистит лишь адский огонь. И как следствие всего этого, для них уготованы страшные муки. Три группы людей. Так кто же эти люди, для которых уготована столь страшная участь? Для этого процитируем весь хадис. По преданию от Абузарра, да будет доволен им Аллах, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, С тремя не заговорит Аллах в день воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и ему готово на мучительное наказание. Абузарр сказал, И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повторил эти слова трижды. Абузарр сказал, Они потерпят неудачу и окажутся в убытке. Кто же это, о посланник Аллаха? Он сказал, Опускающий края одежды до земли, попрекающий своими благодеяниями людей, избывающий свой товар с помощью ложных клятв. Смотрите Муслима, Анна Вави, глава 119, номер 791. Опускающий края одежды до земли. Опускающий края одежды до земли, то есть кичливый, возгордившийся человек, желающий показать свой высокий статус, свое преимущество и превосходство над другими людьми. Существует большое количество аятов священного Корана и хадисов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, указывающих, насколько пагубным является такой порог, как гордыня, самовозвеличивание и самовосхваление. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, предупредил свою умму о том, что имеющий лишь малую долю горделивости в сердце не попадет в рай, ибо Всевышний Аллах сказал в священном Коране. Смысловой перевод. «Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле без всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они увидят правый путь, то не последуют этим путем, а если они увидят путь заблуждений, то последует им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими». Сура аля Раф. Аят 146. Попрекающий своими благодеяниями людей. Второй же группой людей окажутся те, кто при жизни попрекал своими благодеяниями других людей. Всемогущий Аллах даровал им возможность вершить благие дела, наделив имуществом и благоприятными условиями. Однако человек свел все это на нет, хвалясь сотворенным благим деянием на его пути. Богатство, возможности и условия – это лишь от Создателя, временно дарованное человеку, который сам является его же рабом, для совершения благого. И истинный их хозяин, несомненно, всемогущий Аллах. Тогда же, когда человек приписывает их себе, забыв об их истинном владельце, и еще попрекает этим людей, он совершает большой проступок. Его сердце поражено жадностью, ибо когда он тратит что-либо во благо, делает он это, чтобы впоследствии попрекать этим людей. И опять же, поднять свое величие и значимость. А как сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одном из хадисов, «Жадный далек от Аллаха, далек от рая, далек от людей и близок к Аду». Сбывающий свой товар с помощью ложных клятв Клятва, данная ради мирского, да еще ложная, данная во имя продажи товара с целью обогащения, путем обмана, еще один путь, ведущий к мучительному наказанию, от которого нет спасения и защиты. Кого еще ожидает суровое наказание? Существуют также иные хадисы, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянул людей, которых в судный день ожидают суровое наказание. Муавия, да будет доволен им Аллах, поведал, «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, Аллах Всемогущий поставит человека правителем над мусульманской общиной, и если он не поможет народу решить проблемы и не попытается избавить от нужды, Всевышний не решит проблемы этого человека и не избавит его от нужды и не посмотрит на него в судный день». То есть правитель, живущий отдельно от проблем, чаяний и нужд народа, не пытающийся изменить жизнь своего народа к лучшему, достоин лишь сурового и мучительного наказания. По преданию от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Стремя не заговорит Аллах в день воскресения, не посмотрит на них и не очистит их, и ему готово на мучительное наказание. Человеку, имеющему в пустыне излишки воды и отказывающему в ней путнику, человеку, который после намаза Асар договорился с другим человеком о продаже какого-либо товара, поклявшись Аллахом, что сам он взял его по такой-то цене и покупатель поверил ему, хотя на самом деле было не так, и человеку, который присягает правителю только ради мирских благ, и если тот даёт ему это, выполняет своё обещание, а если нет, то нарушает его». Этот хадис передали Абу Дауд от Термези. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.